Здравствуйте дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Сегодня мы с вами поговорим о том, каким растениям нужна холодная зимовка. Зима прекрасный сезон, но холодные температуры могут быть немного трудными для комнатных растений. Не нужно отчаиваться. Есть много разновидностей растений, которые могут выдерживать холод в доме. В осенние и зимние месяцы многие квартиры становятся неблагоприятной средой для зеленых питомцев. В некоторых комнатах сквозняк, другие очень холодные, воздух как правило сухой, а из окон потоки солнечных лучей менее естественны. Падающая температура и холодный климат могут привести к тому, что некоторые растения страдают. Но не отказывайтесь от красоты, которую они приносят в ваш дом. Существует огромное количество представителей фауны, которые стойко выдерживают даже очень холодные мрачные условия, наполняя дом летними красками. К выносливым в холодных квартирах растениям можно отнести кактусовые, кортензию, олеандр, примулу, пеларгонию, фуксию, цикламен, камелию и толстянковые. Для их комфорта в зимний период достаточно 11 градусов тепла. До сих пор мы говорили только о температуре, но есть и другие факторы, которые необходимо учитывать. Просто потому, что температура упала, приятный свежий ветерок может заставить растение чувствовать себя намного холоднее, чем есть на самом деле. Секрет, помогающий растениям выжить зимой, включает процедуры уходов в соответствии с предпочтениями для выращивания того или иного вида. Лучше всего низкие температуры переносят комнатные растения с глубоким периодом покоя. К ним относятся клубневые, что зимой сбрасывают в свою листву. Эти растения зимой нужно держать в темноте и при низких температурах до 15 градусов. Завезенным к нам растениям из субтропиков зимой нужна прохлада. К ним можно отнести лавр, мирт, пальмы. Они великолепно зимуют даже при температуре 6 градусов. Беларгония или фуксия зимой содержится при температуре от 8 до 10 градусов. Даже понижение до 4-6 градусов им совсем не навредит. Более того, при температуре выше 15 они будут болеть. Для холодных и сухих квартир подходят растения с кожистыми, толстыми и гладкими листовыми пластинами. Абилии, гордении, стефанотисы предпочитают 15-17 градусов. Камелии, азалии растут при 10-12 градусах зимой. Цикламенам нужна температура 7 градусов, но яркое освещение. А теперь давайте мы с вами посмотрим на некоторые из холодоустойчивых комнатных растений. Алоэ. Этот суккулент с удлиненными остроконечными листьями наделен лечебными свойствами. Он достигает 1 метра и очень эффективно выглядит. Популярная алоэ вера великолепно растет в холодных помещениях. Английский плющ. Эффектность плюща преображает квартиру и создает приятные ощущения. Растения любят влажную почву и более прохладные температурные условия в доме. Аспидистра. Это невероятно выносливое домашнее растение, которое преуспевает в росте даже если им пренебрегать. Оно может выдержать плохой свет, нечастый полив и низкую температуру. Просто поместите свое растение в горшок и тщательно поливайте, позволяя ему высыхать между поливами. Если листья становятся желтыми, перестаньте быть такими щедрыми с водой. Это растение радуется средней влажностью и температурой. Аглоанема. Почти безупречное комнатное растение. Отлично подходит для северного окна, но может расти в других местах, только не под прямым солнечным светом. Растение выносит низкую влажность, но токсично, поэтому необходимо держать вдали от домашних животных. Диффенбахия. Хороша в помещении и процветает круглый год при средней комнатной температуре, хотя предпочитает прохладу. Размещайте ее в ярко освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами. Она любит высокую влажность и частый полив. В зимний период его следует, естественно, уменьшить. Клорофитум. Добавляет убранство комнате. Он не вышел из моды после многих-многих лет популярности. У него есть множество разновидностей и они великолепно выглядят, как висячие растения. Клорофитум хорошо справляется с умеренной влажностью и средними условиями света. Комнатные температуры предпочитает низкие. Спотифилум. Это распространенное комнатное растение предпочитает низкую влажность и освещение, что делает его отличным для комнат с несколькими окнами. Он предпочитает влажную почву в горшке и выдерживает низкие температуры. Сенсивиерия или тещин язык. Пестрые листья, которые растут вертикально, а некоторые сорта имеют желтые или белые края. Это растение хорошо себя чувствует при любом освещении. Воздух должен быть несколько сухим, как и почва. Холодная комнатная температура подходит ему просто отлично. Фикус. Этому дереву нравится солнце или, по крайней мере, яркий рассеянный свет. Большинство сортов предпочитают высыхание почвы перед обильным поливом. Температура в комнате не должна превышать 20 градусов. Пепперомия. Для нее поддерживают температуру от 15 до 20 градусов. И среднее или низкое освещение. Поверхность почвы должна высыхать между поливом. Дипсис. Красивая пальма и отличное решение, если вы мечтаете о тропическом климате или просто пытаетесь украсить внешний вид домашнего очага. Растения хорошо переносят плохое освещение и низкие температуры. Держите почву немного сухой. Поливайте только через несколько недель или около того. Замиакулькас. Справляется с пренебрежением в свой адрес и не подвержен никаким вредителям. Его овальные глянцевые листья так хорошо вписываются в любой дом. Он растет в широком спектре световых условий. Окно с северной, восточной или западной стороны дома идеально подойдут для этого растения. Что касается полива, лучше не долить, чем залить. Температура для него не имеет значения. Вот собственно и все у нас на сегодня. Но поделиться с нами своим опытом или выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь. И вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих зеленых любимцев. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока. До следующих встреч.